всем привет с вами мария георгий компания florarium plants на дворе ночь мы сегодня с вами будем говорить о террариумах для иубльфара перед вами наш личный террариум в котором живут наши же иубльфара этот проект мы представляли на рептилиуме этой осенью делался он совместно с фирмой рептика и родился из желания не просто перейти на пустыню научиться делать быстро собираемые террариумы но мы как всегда не смогли сделать просто дело в том что большинство людей содержит иубльфаров в таких условиях ну скажем красивых террариумов для них пока не так много и мы решили получится ли у нас сделать вот этот первый террариум размером 45 на 45 на 45 здесь живут два наших у блефара не часто грустно взирают на нас за растений привет друг привет не хочешь выйти постараться и вон там греется второй наш друг ну что особенно в этом террариуме прежде всего особенно это живые растения сразу все спрашивают а какие же растения живут с иубльфарами они же все сломают стопчет вон увидим сломанный лист представьте себе это был не иубльфара кто-то из наших сотрудников вот смотрите что я делаю я дергаю этот лист и он не ломается нужно выбирать растения у которых листья обладают неким некую упругостью которые не будут отламываться от того что животное про ним проползло допустим какие нити хеверии некоторые алоэ гастерии сенсиверии и так далее ну и плюс тут конечно есть небольшая хитрость это не просто голландские растения ты конечно свои домашние растения но голландские тоже можно так посадить и они вырастут и разрастутся в чем еще как здесь самая большая фишка это наличие влажной камеры влажная камера у нас находится внизу террариума прикрывается на вот таким камушком камушек снимается можно достать юбльфара и потискать его здесь есть еще один вход в влажную камеру с этого бока и собственно можно из любого ракурса достать во влажной камере у нас находится сфагном и этот сфагном периодически просто смачивается кормим и сверчками далеко не спинцета просто выпускаем сюда теперь про точку прогрева коврик 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 много раз я уже слышала значит ответ такой мы конечно не мега специалисты может быть мы ошибаемся на наши блефары делают вот что как вы видите не просто выползает под светильник они делают из-за завидной регулярностью и это не случайное явление они так греются на самом деле у нас большой теплицы живут фельдзумы грандисы и висит одна маленькая уэв лампочка они приходят под нее греться из чего следует что животные все-таки не настолько безумно чтобы не ну вообще заходиться в условиях которые им не комфортны привет знакомьтесь это нам подарила подписчица наверное иначе бы у нас не появилась у блефаров ничего в них не понимаем но их любите искать наши дети поэтому они у нас живут и теперь у них есть красивый дом вопрос по уходу как же это поливать вот так есть такие классные штуки есть шприцы есть маленькие спринцовки но вот эта штука удобная есть такие масленки специально продаются в разных магазинах для для растений опять забыла выключить звук вот и вот так вот под корень немного потому что скуленты легко залить здесь приходится поливать достаточно часто потому что вентиляция большая и воздухообмен и свет сильный все сильно выветривается лучше конечно поливать под корни вон даже гастерий как видите и суховато вот мы с вами полили террариум лучше чаще потому что здесь сделаны лунки выковырены в этих камнях вот здесь вот и сюда посажены растения грунт специальный для суккулентов вот так же смазывается важную смачивается важная камера просто периодически так учена выливаем воду и все прекрасно вот не будем мучить наших комплекторов пойдем посмотрим на второй проект поговорим уже о нем перед вами второй террариум он уже поедет клиенту у него габариты побольше 45 60 45 60 так как он повыше то он и поинтереснее здесь уже сделано немножко по-другому здесь одна влажная камера насыпан не песок сушат сухая глина во избежание чтобы блефары не проглотили но вдруг у них случится приступ желание съесть камень или они не очень разумны вот от этого они точно не сдохнут но собственно все остальное тоже самое на самом деле в такой технологии самое сложное это работа потому что она занимает больше всего времени ну сделано это на основе пены цемента акрила ну и волшебных рук то есть покрасить это все в природном стиле несколько слоев что все это было жестко и не раздиралась животными ну такая работа стоит примерно семьдесят тысяч срок изготовления примерно две недели заказать можно у нас ну что ж будем дальше ждать как будет жить наши блефары ждем ваших заказов с вами были фолорариум планс всем пока